Итак, здравствуйте. Сегодня, как всегда, опять с вами два Андрея. Сегодня Андрей проведет с нами уже третий урок по функциональному программированию. Не буду долго тянуть, передаю слово Андрею, чтобы он как можно быстрее нас ввел в непонятный, неопознанный мир ФП. Хорошо, здравствуйте. Сегодня я хотел бы поговорить про так называемые лямбда-функции, лямбда-выражения. Потому что уже как бы третий раз встречаемся, а говорим о функциональном программировании, а до лямбда так еще не дошли. Вот настало время. Ну, для начала, как всегда, традиционно, Андрей, какие у тебя есть представления, знания, незнания, слухи, мнения о том, что же такое? Такой лямбдой. Используешь их в своей работе, может быть? Да нет, к сожалению, я могу единственное, что сказать, что у меня с лямбдами есть выражение лямбда-зонт на машинах, которые... Вот. На самом деле, всегда было интересно понять, почему она называется лямбдой. Вообще, что это и как это. Более-менее толковых объяснений, к сожалению, не встречал. Это вот честно, прям как есть на духу. Потому что все, что я встречал вообще по функциональному программированию, это... Я даже не знаю, каким языком это выразить. То есть там такое ощущение, что если ты не аспирант-математик, то тебе тут делать нечего. Может быть, я просто не ту литературу читал и не с тем сталкивался, но нормальных для себя пониманий того вообще, что это и как, нет. Вот. Поэтому лучше расскажи ты, что такое лямбда. Я попробую рассказать простым языком, но, как всегда, когда пытаешься рассказать сложные концепции простым языком, возникают некие упущения, упрощения, но мы на это сознательно пойдем и сознательно будем это принимать. А про аспиранты математики мне вспомнилась беседа двух девушек, реально произошедшая в действительности, когда одна другая спрашивает, а обе программистки, одна другая спрашивает, у вас есть в фирме спецы такие серьезные по функциональному программированию? Она говорит, да, есть один, мы его так и зовемся, лямбда-самец. То есть, я думаю, это достойно жутко, может и являться вступлением в теме, да, про лямбда-функции и лямбда-функции. Хорошая у нее фантазия у этой девушки, надо запомнить. Очень, да, в тему такая фраза. Итак, значит, с математической точки зрения лямбда-исчислений это некий математический формализм, который в 30-40-х годах прошлого века разрабатывался математиком Алонзо Черчим, который разрабатывал чисто для утилитарных целей разрешить парадокс Рассела и своих внутренних нужд. Разработал следующий формализм, в котором так называемые присутствуют лямбда-термы, лямбда-абстракции, лямбда-аппликации. Он достаточно простой. В принципе, все желающие, я не буду на нем сильно останавливаться, все желающие могут ознакомиться с хивазами в интернете, как бы, ну хотя бы на Википедии, да, если не хотите лезть глубоко, если вы не аспирант математики. Потом этот формализм нашел свое применение в компьютер-сайенсе, именно с появлением языков, в которых появились некие аналоги этим лямбда-термом, лямбда-выражением в составе языка. Опять же, аналоги неполные, аналоги с натяжками. В некоторых, кстати, более-менее полные, то есть, зависит от языка, зависит от семантики. А вот, сейчас, как бы, я из этой, это был такой некий исторический экскурс, без единого фраза упоминания, не хочу грузить, что такое, там, лямбда-счисление, что такое бета-редукция, альфа-конверсия и прочее. Да, я думаю, пока не надо. Вот, желаю, если кто желает, можем отдельно, как бы, на эту тему поговорить, но пока ближе к практике. А зайди, я предлагаю, как всегда, задачки. И сегодня она будет немножко издалека. Она будет связана с лямбда-выражениями достаточно опосредованно, но потом, я надеюсь, гармонично к ним подведут. Отлично. А задачка достаточно простая. У нас есть язык, в данном случае, пускай будет C-Sharp или Java, потому что на его примере будем демонстрировать. И у нас есть некий массивчик из чисел, числовой массив. И на вход нам поступают числа, неизвестно какие, там, 1, 3, 10, 15, 17, ну, там, больше нуля, целые. И нам надо, сколько чисел, столько раз вывести отсортированный массив по остатку отделения элементов массива на это число. Например, если поступило число 3, то мы берем каждый элемент массива, считаем, какой у него остаток отделения на 3, и сортируем все элементы массива по порядку остатка отделения на 3. Какие могут быть остатки отделения на 3 числа? 0, правильно? Да. Числа 3, 6, 9, 12, 13. Ну да, когда оно делится без остатка? Да, 1. То есть все нули сгребутся в начало, все единицы пойдут потом. А, все, понял. То есть, да, это передошло. То есть мы берем именно остатки отделения, получаем их как бы в этот же массив или в отдельный массив? Нет, они нам не нужны. Нам нужно отсортировать массив по критерию, что число А больше числа Б, если его остаток отделения на 3 больше, чем остаток отделения на 3 числа Б. То есть сортировка по такому критерию. Не по значению чисел, а по значению остатков отделения на 3. Все, понял. То есть у нас получается, например, массив у нас будет, скажем, 3, 6 и 8, то у нас 3 и 6 будут в начале. Да. А восьмерка в конце. Потому что не осталось на 3, 2, правильно. Либо, если мы возьмем, например, 9, 6, точнее так, давай, 9, ну да, 9, 3, например, и 8, то у нас 9 и 3 будут в начале. Да, и 8 также в конце. А если 8, 3 и 9, то будет 3, 9, 8. Все, понял. Вот есть хотя бы вот псевдокод, идеи, как бы вот ты стал решать эту задачу? Ну как, я должен пробежаться по всем элементам массива, в первую очередь. Значит, должен, ну, как самый, наверное, простейший и тривиальный способ, это создать какой-нибудь... Так, стоп, подожди. Значит, мы берем каждый элемент, делим его на 3, берем от него остаток. Так, мы можем создать точно такой же массив, куда мы поместим эти остатки. И уже дальше, в зависимости по индексу каждого элемента, мы будем смотреть, ага, если в новом вот этом массиве, состоящем из остатков деления на 3, какое там соответствующее индексу число, на основе этого числа мы можем произвести как раз-таки сортировку исходного массива. Ну да, как бы наивная идея она такова, но здесь я, к сожалению, как всегда, вынужден предложить свой контр-вариант и не согласиться. Потому что у тебя остаток деления на 3 не определяет однозначно твое исходное число, у тебя тройка и девятка дадут 0. Поэтому если у тебя будет 0-0 в том массиве, ты не знаешь, что брать тройку и девятку из исходного. А так у нас же получается по условию не важно, что впереди будет тройка или девятка, важно по... Да. Согласен. Это речь к уточной сортировке, да. Ты возьмешь первый, потом если первый взят уже второй. Да. Да. Алгоритм сложный, но вполне реализован. Единственное, что я же буду знать, на какой позиции у меня находится. То есть у меня, беру первую, если тройка, то в первую же позицию второго массива я загоняю 0. Если у меня вторая девятка, то во вторую позицию второго массива я также загоняю 0. Правильно, а потом ты второй массив сортируешь, у тебя индексы плывут. Нет, а потом я сравниваю. Какие числа, да, лежат у меня... А, ты сначала выбираешь все нули, вот так подряд идешь. Да, да, да. Ты даже не сортируешь, ты фактически не сортируешь, а многоакратно раз пробегаешься, выбираешь из массива. Да, да. Отлично. Ну, значит, как я предполагал, что решал бы эту задачу программист на императивном языке. Во многих языках программирования есть функции для работы с коллекциями. Специальный утиль в разделе утилс, там в той же Java, Java утилс, в том же C-шарпе, еще там где-то. Да, есть. Вот, среди этих универсальных функций работы с коллекциями есть функция сортировки. Да. Поскольку это очень часто использующаяся функция, вот, она есть, присутствует везде. И хорошо было бы ее использовать, поскольку она оптимизирована, написана умными людьми, оптимальна в библиотеке, и использовать там очень хороший и быстрый алгоритм. Функция сортировки, она использует так называемый, может принимать по умолчанию кастомный компаратор. Что это значит на русском языке? Вот, если вы вызвали функцию на коллекции без передачи компаратора, то она сортирует элементы массива по возрастанию, как она сама их поймет, если не сравнивается на операцию больше или меньше. Если операции больше, они подлежат, если это числа, скажем так, или если вы перегрузили операцию больше для работы на данном типе значений, то она все это выстроит хорошо. Если же нет, как, например, сортируется массива объектов или массива каких-то сложных там конструкций, у которых, например, нужно массив студентов по возрасту сортировать или еще как-то. Пишется так называемый кастомный компаратор, в языке C это просто функция, в Java и C Sharp это интерфейс, то есть любой объект, имплементирующий интерфейс определенный, у которого есть функция compare, и она, как бы, за ее задачей сравнить два числа, определить ей на вход, не числа, два объекта, ей на вход поступают два объекта, она определяет, какой из них больше. По какому-то своему алгоритму, который мы в нее занесем. Правильно. И вот если это сортировка массива студентов по возрасту, то мы берем student1.age, а если это массив... Паля, сравниваем, какие нам нужны. Правильно. И вот в этом заключается кастомность компаратора. И здесь, как бы, в своей задачке я подводил, чтобы было очень, как бы, очень захотелось бы использовать вот эту стандартную функцию сортировки с кастомным компаратором. Но, поскольку мы не знаем, какие числа на вход нам поступят, остатки отделения, которых нужно получить, вот здесь возникает некая дилемма. Если бы мы знали, например, нам нужно было сортировать массив по остаткам отделения на 3, 5 и 10. Мы бы написали 3 кастомных компаратора. Вот просто в лоб 3 разных класса, имплементирующих этот интерфейс компаратор. В одном сравнивали бы 2 числа остатками по делению на 3, в другом на 5, в третьем на 10. И использовали бы их. То есть мы бы за хардкодили эти вещи. Но, поскольку специально по условию задачи я поставил так, что мы не знаем заранее, на какие числа нам придется делить и получать остатки отделения, то хорошо бы компаратор написать универсальный. Смотри, как получается. По интерфейсу своему компаратор должен принимать 2 объекта. 2. Ну, в нашем случае числа 2 числа. Но у нас его логика работы зависит от 3 числа. То самая база, остаток отделения, на котором мы сравним вот эти 2 числа. И в простейшем варианте итеративного мутабельного программирования это можно реализовать. Сразу говорю, что это не оптимальный вариант, но очень как бы подмывает реализовать это следующим образом. Я сейчас переключусь на экранчик и покажу. Так, видно экран? Да, видно. Отлично. Это пример кода на языке Java. Она слегка многословная, просьба за это не пенять. Ну, вот многословие жертвы. Мне ничего страшного. А вот. Что здесь? Здесь класс основной. Ну, как бы наш main class. Он называется RuxEster. Здесь в нем есть статическая функция main, которая вызывает... Точка входа, да. Да, да, да. Здесь я заполняю ArrayList, то есть, ну, скажем так, интами, где с нуля по 10. Ну да, это понятно. Вот так мы их заполнили. Вот далее я читаю вход. Ну, с консоли, грубо говоря. Я планирую вход вот этот, вот раз, два, три, который у нас. И в зависимости от входа что-то делаю. Теперь что я делаю? Я определяю новый внутренний вложенный класс, у меня это был компаратор. Который имплементирует компаратор от интегеров. И у него перегруженный внутренний метод compare, который является элементом интерфейса этого класса. Вот он сравнивает два числа, интегер А, интегер Б, а возвращает нам не А минус Б, как бы он вернул в классике, а остаток отделения А на Д. Минус остаток отделения Б на Д. Теперь что такое Д? Д у нас нигде не присутствует в определении этого внутреннего класса. Но оно глобально. Да, оно глобально, это внешнее, с точки зрения вот этого внутреннего класса, это внешняя переменная, которую мы можем менять. И смотри, что получается. В каждом элементе цикла, да, первый момент очень важный, мы объект, экземпляр класса mutable comparaтор, мы создаем один единственный за рамками цикла выше. Через конструктор дефолтный создаем его, new mutable comparaтор, MC наш волшебный. Ну понятно. Далее мы считываем элемент со стандартного потока ввода с connextint, в переменную D записываем это значение считанного нашего элемента. Далее мы вызываем волшебный метод collection-sort на списке A, на массиве, ну скажем тогда на рейлисте A. С переданным вот этим mutable comparaтором. А этот mutable comparaтор будет зависеть от того, какую D мы вот здесь прописали. То есть он у нас висит на жаргоне, можно сказать, как на растяжке, на растяжке внешней переменной. То есть его логика работы зависит от внешней переменной. Мы ее выставили, вызвали, отсортировали, запринтовали. Следующий элемент цикла, опять считали следующие значения со входа, поменяли значение D глобальной переменной. Не совсем понимаю, если честно. А для чего мы... То есть подожди, у нас D это получается как раз как деление на 3 должно быть, правильно? В качестве D будет выступать вот у нас 1, 2, 3, то что мы подаем на вход. Это тот наш делитель, остатки от деления на который мы будем сравнивать, сортировать по ним. Конкретно вот этот код он реализует что? У меня на входе числа 1, 2 и 3. Я сортирую массив по остатку от деления на 1, вывожу. Сортирую массив по остатку от деления на 2, вывожу. И сортирую массив по остатку от деления на 3, вывожу. Все, понял, 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 понял. Я просто думал, что остаток от деления на 1 делитель только на 3 и все. Ну, тут уже мне непонятно, с чем было связано твое непонимание. Остатка деления на 1, фактически, это всегда будет 0, то есть, поскольку на 1 делится любое число, это значит, что это будут сортированные элементы массива, как они есть. У нас получится выведеться на экран 3 раза сортированный массив. 3 раза сортированный исходный массив, в котором будет порядок, разумеется, разный. Если по коду понятно, мы можем нажать волшебную кнопочку Run. Вот я нажимаю на выполнение и смотрим. В первой строке у нас сортированный по остатку отделения на 1, то есть, этот сам наш исходный массив. Да. Второй раз по остатку отделения на 2, то есть, сначала идут четные числа, у которых остаток отделения на 2, 0. Вот они выделены, 0, 2, 4, 6, 8. А потом пошли нечетные числа, у которых остаток отделения на 2 единицы. 1, 3, 5, 7, 9. Потом остаток отделения уже на 3. Да, вот они, первая четверочка числа, у которых остаток отделения на 3, 0. Это 0, 6, 3, 9. Замечательно, не 0, 3, 6, 9, а 0, 6, 3, 9. А вот, поскольку никто не обещал устойчивость сортировки, ну, как бы не... А, вот я понял почему, потому что вот эта сортировка третьего пункта нам выполнена после сортировки вот этого вот, когда у нас пошла шестерка сюда. А, да, да, то есть в начале шестерка, а потом тройка. То есть он взял верхний, ну... Да, отсортировал его по остатку отделения на 3. Да, все, теперь да, понял. Вот. То есть здесь у нас остаток отделения на 3 нолик, в первых четырех числах, тут единица, 4, 1 и 7, это три числа, у которых остаток отделения на 3 единицы. И 2, 2, 8, 5 завершает нам этот списочек. Вот. Итого, как видим, все работает, если мы, например, сюда добавим еще 4 остатка отделения на 4, посмотрим. То же самое, 0, 4, 8 пойдут вперед, потом единица, 9, 1, 5, потом двойка, 6, 2, и потом тройка, 3, 7. Соответственно, все работает. Разумеется, этот код, он во многом, во многих местах даже, не то, что во многих, он во всех местах чисто наглухо императивно использует мутабельность. Например, тот же самый массив мы отсортируем, оставляем его таким, потом отсортировываем, пересортированным. Но, как бы, суть основной моей вот этой задачки, которую я хотел вам показать на примере, она немножко не в этом. Мы сейчас добавим новый наш вариант решения этой задачи, который будет использовать мутабельный подход. И на примере которого я там буду дальше говорить, что же я имел в виду, что же я хотел. А можно, пока ты не продолжил, я вопрос задам. Ты назвал класс MutableCMP. Да. То есть он получается мутабельный. Я его так назвал, он на самом деле сам, он не мутабельный. Ну да, потому что я гляжу, тут ничего не изменяется, чтобы, ну точнее, не перезаписывается никакая переменная. Да. Но логика его работы основана на значении внешней мутабельной переменной D. А-а-а. Вот теперь понятно. Окей. Разумеется, это плохо, разумеется, все АПшники скажут, что так делать нельзя, но это вот пример такой. Можно его инкапсулировать в другой класс, неважно. Суть в том, что если вы создаете компаратор, вы можете это компсулировать не в классе main со статической переменной, а в каком-то другом суперклассе, еще в чем-то. Но суть в том, что у вас вот этот метод компаратор будет обращаться к какой-то переменной D, которая где-то будет мутировать. Ну понятно. Хоть там в нем самом, там еще как. А теперь вариант, который можно предложить в качестве альтернативного. Мы точно так же пишем новый класс, который имплементирует тот же интерфейс компаратор. Я назвал его иммутабл компаратор, иммутабл кмп. Вот, в нем все почти точно так же, только в нем уже вот эта переменная D, она внутренняя. Это внутреннее поле класса. У класса появляется конструктор дефолтный. Да, который принимает параметр D. Который принимает параметр D и прописывает ее в свое поле. А вот этот метод компаратор, который перегруженный, он сравнивает два числа по остатку отделения на значение этого внутреннего поля. Это из D. Ну да, своего. Своего. Соответственно, как он вызывается? Мы создаем каждый раз новый экземпляр класса, получается. Отлично, отлично, ты уже все понял. И получается, ну правильно, поэтому у нас эта внутренняя переменная D класса, она по сути, внешне кажется, что она мутабельная, по факту она оказывается не мутабельна, потому что мы создали новый экземпляр класса, присвоили туда эту переменную и все, и больше мы ее никак не изменяем. Правильно. Это чистый и мутабельный подход. Хотя выглядит очень прям наоборот мутабельно. Да, все правильно. Мы каждый раз, на каждой итерации цикла чтения входного значения, мы создаем новый экземпляр класса Immutable Comparator. Передаем туда считанное значение целого чипа, который мы считали, оно прописывается в свое локальное поле D и используется. И сейчас вызовем это на исполнение. И вот мы смотрим. То же самое выдает. Да. Получается, я ввожу пару отсортированных компараторов по первому варианту и по второму варианту компараторов. А вот интересно, получается, как раз и мутабельная сортировка повторяет то же, что была введена мутабельной. То есть она по факту... Смотри... Не-не-не-не, я не про это. Я имел в виду, сначала у тебя выполняется сортировка мутабельная, которая, так? С компаратором мутабельным. А потом ты выполняешь, опять же, сортировку этого массива с немутабельным, но при этом у тебя массив A, он не изменяется, как бы. Потому что он у меня уже здесь отсортирован, ты прав. Здесь я сортирую, вот, для получения нижнего строки, я сортирую предпоследнюю строчку, которая так и есть. Ну, мы вот это вот за комментариями сейчас. И вызовем. Как бы, на самом деле, все точно так же работает. Первый массивчик сам по себе какой был. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, семь, восемь, девять. Второй сначала четные, потом нечетные. Третий сначала кратные, трем, потом с единицы остатка деления на три, потом с двойкой. Ну и четвертый, вот, кратные четверочки, с единицы остатка деления на четыре, с двойкой и с тройкой. То есть, по большому счету, работа вот этих двух вариантов, двух этих компараторов, она абсолютно одинаковая. Просто один из них опирается на внешнюю, ну, табельную переменную. А другой нет. А другой не опирается, и в другом ничего не изменяется. И мы можем создать таких компараторов, вот этих вот, имуто-булкерилцемплей, сколько угодно. Вот сколько нам цифр прилетит на вход, столько, и мы их и создадим. Соответственно, да, получается, нащупывается тот же самый паттерн. Мы создаем много объектов, вместо изменения одного. Это будет как рефреном идти, все здорово. Не вижу в этом сильно ничего плохого, на самом деле. Ну да, коробочка электр лишний уберет, поскольку у нас Java, и все здесь будет хорошо. К чему, собственно, вот этот вот пример в теме про лямбды, хотя здесь лямб как таковых нет. Разумеется, в Java есть лямбды, сейчас уже в новой Java, с восьмой версии они там появились, я уж не помню, с какой. Но раньше в Java не было лямбд, и их как бы те необходимости, для которых используются лямбды в функциональных языках программирования, они в Java отлично покрываются интерфейсами и вот такими вот классами иммотабл, вида второго иммотабл компаратора, который у нас имплементирует какой-то интерфейс. Теперь с практической точки зрения, для чего могут потребоваться вот так называемые лямбда-выражения. Что такое лямбда? Лямбда это, если просто говорить, не вдаваясь в глубину теории и все такое, лямбда это функция как значение. Вот у нас переменные языка могут иметь значение определенных типов. Например, и вот здесь d у нас будет равно 1, 2, 3, 4. Целочисленное значение. И поначалу людям, которые не сталкивались с лямбдами, программистам, которые программируют на императивных языках, им достаточно сложно понять, как в какой-то переменной, с каким-то символом, да с какой-то переменной, может быть связано значение, которое может вычисляться, которое может являться функцией. А вот некое промежуточное представление в виде объекта, в той же Java, есть интерфейсы callable, runable, то есть это те объекты, исполнение которых можно вызывать. Если мы заведем некий объект, например, в Java, у него будет функция, ну пускай call, и какие-то два аргумента, неважно какие, любые количества аргументов любых типов. Вот свои внутренние поля. Мы можем сколько угодно подзнас... Да, на эти внутренние поля будет ссылаться тело вот этой внутренней функции call. Мы можем сколько угодно таких объектов создавать и вызывать их потом. И значение этой функции call будет различное в зависимости от того, какие значения внутренних полей мы передали в конструктор при создании очередного объекта. Это, в принципе, объектно-ориентированный аналог лямбда-выражения. В функциональных языках. То есть сколько угодно мы можем создать значений, эти значения мы можем присваивать переменным. Вот как здесь, например, переменная mc присвоила значение. А дальше у этой mc есть волшебный метод call, потому что что такое функция? Функция в процедурном языке программирования, это можно считать некой сущность, которая может вызываться на каких-то значениях входящих параметров. Больше с функцией ничего сделать нельзя. Если у тебя есть функция, ты можешь ее только вызвать. Ну да. Правильно, она для этого и создается. И поэтому в обычном процедурном программировании есть четкое разделение, четкая грань, как два разных мира, не пересекающихся. Мир функций и мир данных. И программисты принимают как данность такую парадигму, что данные эти некие, если позволить аналогии, существительные, которые что-то из себя представляют, что-то являют, содержат какую-то информацию. А функции – это некие глаголы, которые их преобразуют, которые отформируют некое действие над ним. То есть это как бы два разных мира. В той же самой сишке, например, мы можем в библиотичную функцию сортировки передать этот кастомный компаратор в виде ссылки на функцию. Но там хитрый вариант реализован. Там ссылка принимает просто ссылка на ячейку памяти, а в этой ячейке памяти находится начало тела этой функции, начало кода этой функции. Вот таким образом они выходят из положения. В языках более высокого уровня, даже в тех, в которых функциональная парадигма не является приоритетной, уже возможно некое выполнение помещать в переменные, а потом, обращаясь к этим переменам, вызывать выполнение каких-то функций или методов. То есть я здесь некую дуальность определяю. Потому что, например, создав объекты, экземпляр класса, мы можем вызвать у него какой-то метод, и он вернет нам значение. Если мы в конструктор придадим другие входящие параметры, будет у нас другой объект, мы вызовем его тот же метод, он вернет нам другое значение. Так. То есть фактически это некая объектная обертка функций, которые мы создаем при исполнении в нашем рантайме. Вот что я хочу сказать. У объекта может быть метод, и этот метод мы можем вызывать. Значение этого метода может зависеть от параметров, внутренних параметров объекта. Да, от членов класса. Да, от членов класса, от внутренних полей объекта. И здесь не возникает сложности с пониманием того, что мы можем сколько угодно создать и таких вот переменных, каждый из них присвоить новое значение этого объекта со своими параметрами входящими. Правильно. И ОПшники это хорошо понимают. Но от этого один шаг до лямбды, до понятия создания функции в рантайме. Потому что что такое вызвать метод объекта и что такое вызвать функцию? Доподобно это уже. Семантически разницы абсолютно нет. Если у нас метод объекта не меняет, не мутирует никакие внутренние параметры, ничего, а просто возвращает нам значение какое-то, то мы можем хоть создать объект, у которого есть определенный метод, который метод возвращает нам определенные значения. Хоть статически его вызвать напрямую. Да. Либо как если в языке присутствуют и объекты, и функции как таковые, свободные, как в C++, например, можно и объекты писать спальными методами, можно и функции отдельно писать. То есть что создать объект с методом, что создать функцию, в этом плане разницы нет с точки зрения вызова. Но в плане многочисленности значений объекты, они более привычны. То есть ни у кого не возникает сложности с пониманием того, что у нас есть 20 экземпляров такого-то класса с разными данными конструктора. А 20 экземпляров функций может вызвать какой-то диссонанс, да? Да, потому что в обычных процедурных языках или императивных функции она в рантайме не появляется. Функции это то, что ты закодировал под кодом function. Да. И как бы у тебя в языке есть возможность вызывать только те функции, которые ты определил заранее, вот с теми параметрами, которые нужны. И все. Казалось бы, здесь, вот в этом компараторе, ты мог бы задать следующий вопрос. Ну вот смотри, у нас есть функция compare. Она зависит от трех чисел. Трех чисел. А, Б и Д. И Д. И сказал бы, хорошо, мы вот эту функцию запишем снаружи, ну как внешнюю функцию, пускай как статическую саму вообще функцию класса. Да, я понял. Вот. Но она будет у нас принимать эти три параметры входящими. А, Б и Д. И казалось бы, зачем нам вот этот танец с бубном, да, вот эти сложности. Да, все будет работать. Вызывая эту функцию на А, Б и передавая ей какой-то Д, она прекрасно будет работать. Но сложность в том, что у нас есть конвенция, у нас есть соглашение, что метод сортировки, сорт, принимает некую волшебную объект, который умеет принимать только два параметра. А нам надо три. Ясно. И нам вот таких вот, с такими трешками, с разными, с 1, 2, 3, 4, нам надо много объектов. Ну, тогда тут получается, что это особенность именно языка программирования, правильно? Я понимаю. Если бы мы могли сюда передавать именно как функцию, то нам было бы все равно, мы бы не создавали бы компаратор какой-то, мы бы сделали бы обычную функцию, точнее, не создавали бы внутренний класс, мы бы обычную функцию с тремя параметрами, и сюда ее передали бы, чтобы она вызывалась, да, и возвращала результат. Нет. Нет? Такое реализовать невозможно, поскольку, представь, ты разработчик библиотечной функции сорт. Так. Вот этого метода сорт. Ты ожидаешь, что тебе передадут на вход какую-то функцию, которая будет сравнивать два числа. Ты ожидаешь, что она будет у тебя по конвенции принимать два входящих аргумента и возвращать булевское, ну, или там число 0, минус 1, 1. Ты не ожидаешь, что она будет еще принимать тебе какую-то дэшку на вход? Ну, это, скажем так, это уже проблема того, кто ее разрабатывал. Все правильно, разделение зоны ответственности. И именно, чтобы не наживать себе на голову много проблем, он, разработчик, действует наиболее универсальным путем. Он не предполагает ничего лишнего. Он говорит, передайте мне, будьте добры, пожалуйста, компаратор, который удовлетворяет следующим call convention. Ну, да. Что у него два всего входящих аргумента, два параметра. Как вы его там создадите, ваше дело. И он прав в этом смысле, потому что я бы мог придумать задачу, которая зависит компаратор не от трех, а от четырех, пяти и более. Да, и так далее. Ну, понятно, да. Нет, здесь, здесь в этом плане понятно. Правильно. И вот если бы мы писали, вместо вызова библиотечной функции sort, мы бы писали свою сортировку, тогда бы мы просто написали свою функцию и туда бы передали ее уже как надо. Она у нас опиралась бы на внутренние вот эти вот значения дэшек и прочих вещей. Но поскольку мы хотим воспользоваться интерфейсом... Стандартной, я понял, да. Да, мы вынуждены как бы создавать ему тот объект, который по конвеншену совпадает. Ага. Можно тогда просто, это может быть будет ответвление, отвлечение, вопрос. А почему тогда ему бы не сделать такой момент, что тот, кто разработает функцию сортировки, вот получает он этот компаратор, компаратор, по сути, функция компаратор нужна для того, чтобы вернуть какой-то результат. И не важно, сколько она будет принимать параметров. Ведь так? Ведь у тебя, по сути, вот здесь ретернется разница между взятие остатка а деленного... Ретернется число, все правильно. Да. То есть, не важно, сколько при этом параметров самой функции, важно, сколько она возвращает. А практически все ОПШ, ну, такие языки, к которым я привык, они все имеют возможность возврата только одного значения. Хорошо. То есть, ты предлагаешь сделать ее мультиаргументной, чтобы можно было передать 2, 3, 4, 5, сколько угодно параметров. Совершенно верно. Какая разница? Главное, что она возвращает. Да, такой подход возможен. Если, ну, например, в Java, насколько я знаю, нет возможности функции определить с переменным числом параметров, но я знаю языки, в которых есть такие возможности, и в качестве первого параметра, например, вставил бы элемент А, в качестве второго Б, а остальные, если не переданные, то, значит, по дефолту, если переданные, то смотрев тело функции. Совершенно верно, да. Можно. Это второй подход. Но он, как бы, да, он альтернативный, но он, например, ну, на практике, ну, например, в той же Java, я более чем уверен, в C-Sharp, и во многих языках, реализован первый, как наиболее... Да, это понятно. Я просто к тому, что... Ну, в ходе наших рассуждений эта идея, как бы, родилась сама собой. Либо, может быть, пойти другим путем, как тот же позволяет C, C++, передавать указатель на функцию, которая выполнится и вернет результат. А там уже не важно, сколько в ней параметров. Хорошо. Но, нет, не может быть неважно. Когда ты придаешь указатель на функцию, у тебя должно определяться четко, сколько альгументов, какого типа эта функция принимает. Потому что вот эта реализация библиотектической цифровки передаст ей всего лишь два параметра. Да, да, да. Прошу прощения, совершенно, да. Она не передаст ей больше, да. Она не вызывается с большим значением. Да. Так вот, главный философский момент, что мы даже в ОП-шных реализациях мы можем создавать много объектов на лету в рантайме. Ведь объект MC, он создается в рантайме. Да. И вот этот объект, который безымянный, он тоже создается в рантайме. То есть мы можем, вот, мораль такова, что мы даже в этих языках ОП-шных мы можем создавать в рантайме объекты, вызывая один и тот же метод по имени у разных объектов, будем получать разные значения. То есть фактически это то же самое, что и создать функцию в рантайме, вызвав ее на аргументах, получив определенное значение. Вот. И функциональные языки, они решают эту проблему достаточно элегантно. В них функции являются такими же значениями, как и другие типы данных. Ну. Как число, строка. Мы с тобой тогда, по-моему, обсуждали, что как раз там функция обязана возвращать результат. Да, но это немножко не связано с тем, что я сейчас говорю. Мы могли бы представить себе язык, в котором функция обязана была бы возвратить результат, но нельзя было бы создать в рантайме при выполнении кода создать новую функцию, ее где-то вызвать, ее куда-то передать. А здесь я веду вот к чему. Что у нас, как бы, функция, это такое же значение, что я имею в виду, ее можно присвоить переменной, ее можно передать функцию, ее можно создать новую по каким-либо правилам и вернуть из функции. Вот давай сейчас на примере Python... А разве так нельзя? Просто мне это казалось, что передать значение создать новую функцию, это как бы само собой разумеющееся. Нет? Да, в функциональных языках, да. Ну, например, в том же C и в том же Pascal ты так не сможешь сделать. Не говоря уже о басиках. Да и в Java до появления LAMP тоже нельзя было это делать. Так, надо тогда будет более глубоко, значит, погрузиться в функции. Хорошо, давай посмотрим на примере. Вот я переключился в Python, в котором функции являются значениями, то есть, говоря более таким наукообразным языком, являются объектами первого класса. То есть, такие же, как числа, как примитивные типы данных. Что мы здесь можем написать? Мы можем определить некую функцию F. Он будет принимать, например, X. И дальше идет келла этой функции. А здесь мы можем написать, внутри функции F определить другую функцию G. Допустим, от Y. И сразу хочу сказать, что вот на этом этапе языки семейства C, такие простые, они уже отпадут. Да, они уже отпадут, потому что функции внутри функции нельзя создавать. Они уже отпадают. То есть, это первый момент. Далее, функции G мы, например, возвращаем на X плюс Y. Возвращаемое значение функции... Это у нас внутренняя промежуточная функция. Здесь Pascal еще действует. То есть, в Pascal такую штуку еще написать можно. Что можно написать в Pascal дальше? Return возвращенное значение функции F, ну, пускай G от 10. И когда при вызове F от 1 у нас будет... Правильно, 11. Да, так. Здесь мы определили некую внутреннюю вложенную функцию. В качестве возвращаемого значения функции F у нас G от 10. Это значит, что у нас придавая любой X на вход функции F он вызывает G на 10 и 10 прибавляет к этому X. Ну да, совершенно верно. Вот. В Pascal вот такая штука работает. Повторюсь, в C-шке уже не работает. И даже в Java, в той же, в C-шарпе в теле методов нельзя создавать. Нельзя определять новый метод, да. Да, да, да. То есть, вот это уже, например, это очень сильно сужает круг языков, которые позволяют нам такие финты ушами делать. Когда мы в теле одной функции можем определить... Определять другую функцию. Да, можем определять другую функцию. Поэтому вот... Зря ты так это... Так удивлялся, почему же, да, как же это, что это во всех языках. Вот это уже можно сделать в достаточно узком сегменте языков. Хорошо. Но в том же, например, C-подобных языках можно в классе сделать подкласс. Да. В которых также определены свои методы, которые я могу вызывать во внешнем классе, в котором находится этот внутренний класс. Через другое место, но примерно то же самое. Все правильно. Это примерно то же, о чем я показывал в прошлый мой скрин с Java. То есть, в OOP есть свои некие аналоги решения тех же самых проблем через объекты. А функциональном программировании как бы в чистом объектов как таковых нет, и поэтому там это все решается через функции, возможностью создания таких функций. Но что я хочу дальше показать? Да, давай. Дальше я хочу показать то, что как бы есть только в функциональных языках. Как ты думаешь, можно ли в Паскале сделать вот так? Паскаль уже плохо помню, если честно. Смотри, что мы здесь сделаем. Мы здесь определили функцию G внутреннюю. Ага. И в качестве возвращаемого значения функции F у нас возвращается не вызов функции G на каких-то значениях, аргументах, а сама функция G. определенная в теле функции F. Ага. Вот теперь у меня мозг начинает ломаться. Вот с этим моментом надо разобраться, потому что это азы функции как значения, как объекта первого класса. Если у нас функция как значение, то это значит, что мы можем его вернуть из функции. Мы можем создать его в рантайме и вернуть как значение, как возвращаемое значение функции F. А что тут тогда вернется? А вот хороший момент. G это у нас, смотрим в тело функции F, это функция скольки аргумент? Одного. Значит, мы G можем вызвать на одном аргументе. Давай даже не так сделаем. Пускай здесь A равно G от единицы. Стоп. Мы можем брать внутреннюю функцию? F от единицы. Это я уже тут. F от единицы. Выдеваем внутреннюю функцию F. И вот что мы ожидаем в качестве типа значения переменной A. Да вот у меня на самом деле получается какой-то... То есть, если я хочу вернуть по ходу тому, что находится в функции F, да, то есть, там определена другая функция G, которая от другого аргумента определена, и возвращаю просто функцию G. Да. То есть, получается, я в A должен буду каким-то образом вернуть функцию U, но тогда у меня в голове не укладывается, что значит вернуть функцию. По идее, я должен вернуть значение. Правильно. Вот это вот то, что я очень удивился, когда ты вначале так очень браво сказал, что я же не понимаю, везде так можно, это все понятно. А вот сейчас в голове не укладывается. Мы должны вернуть значение. Вот ты сейчас произнес фразу, что значит вернуть функцию, мы должны вернуть значение. Или получается, у меня в переменной A будет лежать функция G? Да. Потому что функция это тоже значение. То есть, теперь, если я, например, дальше напишу print, то есть, я могу написать A в скобочках от 5? Да. Грубо говоря, я возвращаю ссылку на функцию, что ли? Ну, в терминах ссылки или значения это вопрос семантики языка, как он там в памяти хранится, можно мыслить ссылками, но я бы предложил от терминов ссылок вообще избавиться. Мысли в простой семантической модели, ты возвращаешь новую функцию, которая родилась только что при выполнении функции F. Что пока функция F не была вызвана, это прям даже как-то интересно становится. То есть, в принципе, я, ну, по сути, я сделал A функцией через другую функцию. Да. Получается, что у тебя F в терминах явы это фабрика коллабл объектов. Ох, ё-моё. Это фабрика функций. Ага, которая может возвращать в зависимости от чего-то, какую-то, любую другую В зависимости от своего аргумента F возвращает разные функции. Ага. То есть, вот F от единицы это инкрементатор. Вызов F от единицы возвратит функцию, которая увеличит на единицу свой аргумент. Возвратит функцию, которая не единица свой аргумент. Это фабрика функций, которые что-то плюсанут к аргументу. Но по факту мы можем даже не... То есть, подожди, смотри, в нашей DEV функции ELF мы могли написать, например, IF, в зависимости от того, что там было бы. Если единица, то... Ага, перед этим мы могли определить, например, три разных функции. Там G какой-нибудь G1, G2, G3. В зависимости от того, какой у нас аргумент X, мы возвращали бы разные функции. Конечно. G1, G2, G3. Да, и так тоже можно. То есть, получается, по факту я пытаюсь найти параллель в OOP и что-то пока не нахожу. В принципе, то же, что у нас было на предыдущем скрине с Java кодом. Когда у нас был объект, который в конструкторе принимал какой-то параметр, а его метод компэры использовал этот параметр, принятый в конструкторе. Вот у нас метод G внутренний. Можно считать, что F это некий аналог класса, у которого есть внутренний метод G. Результат этого внутреннего метода G зависит от его локального параметра и от конструктора класса вот здесь от XA. И то, что return G как бы это у нас возвращается в OOP можно просто вызывать F от 1 создает экземпляр этого класса, у которого это может быть G. Но поскольку G единственный возвращаем элемент, здесь мы не вызываем его G, а здесь мы как бы подразумеваем, что F от 1 возвращает тот же самый метод, который мы вызываем от 5. Так, теперь я понимаю, почему я раньше никак не мог понять функциональное программирование. То есть, по факту я не важно, то есть, вообще проще тогда уйти от переменных, правильно я понимаю? И сама по себе функция может оказываться в другой функции в качестве аргумента, то есть, получается, я передаю не саму функцию, а знач... блин, вроде так она туда значение передает. Она возвращает функцию, принимает число, возвращает функцию. Можно написать другую функцию, которая принимает функцию. И возвращает, например, число, да? Да. Сейчас мы это сделаем и проделаем. Например, def дау дабблер. Он будет принимать два аргумента f и x. Сори, это не тут. А вернет f от f от x. Это уже рекурсия, правильно? Нет, это даже не рекурсия, это просто композиция функции. Мы на аргументе x вызываем значение функции f и на результате еще раз значение функции их. А, стоп, подожди, я передаю функцию и передаю x, так? Да, ты передаешь функцию аргумент, а возвращаешь двойное применение функции к этому аргументу, двукратное. Все, понял. Вот, определяем здесь снаружи другую функцию def, например, ну, какой-нибудь h, да? от x return x плюс 10. Тут нужно еще обеспечить, чтобы они по типам совпадают. А напринтуем мы? W H от, например, какого-то, ну, что там, не знаю, 20, скажем. Правильно, да. От h от 50, ну, давай там 20, Ну, грубо говоря. Вот он 40 тебе вернул к этому аргументу 20, два раза прибавил. 20 плюс 10 и плюс еще раз 10. Прикольно. То есть, в данном случае h воспринимается здесь как функциональный входящий параметр функции даблер. Вот эти два примера, но первый из них, с моей точки зрения, он посложнее, поскольку вот этот пример можно и в сишке реализовать. Да, я поэтому и думаю, вот так для меня все логично и привычно. Да, ты более простой примерчик привел, который, как бы, во многих языках он реализуется и то там не часто любят передавать ссылки указатели на функции, но, как бы, это еще более-менее понятно, что у тебя функция h определяла снаружи и ты ссылку на нее передаешь функцию где-то, где она вызывается с двадцаткой два раза. Подожди, можно такой дурацкий вопрос? а делегаты и они же по сути примерно так же. То есть, что функции, ну, которые позднего вызова нет разве? вполне возможно. То есть, они так же придаются по ссылке. То есть, я сначала определяю, что когда-то что-то будущее будет использоваться, а потом просто говорю, какая функция должна туда передаваться и вызываться, а параметры там уже заранее были определены, которые в эту функцию потом передадутся. Да, но здесь я бы, вот все-таки, я же начал с вот этого примера, который более тебе не знаком. И вот здесь я бы акцентировал внимание не на рассмотрении вот этого простейшего варианта, а на рассмотрении вот этого. То есть, помнишь, я говорил, что как только мы уже написали здесь def, мы сразу сузили как бы диапазон языков, который позволит нам такие финты, что внутри одна функция другая. А когда мы написали здесь return вот этой жежки как функции, мы еще более сузили диапазон языков, в которых можно это делать. И вот здесь как бы еще одна черта функциональных языков программирования, они обязаны уметь позволять делать вот такие вещи. Если язык претендует на звание функционального языка программирования, то он должен как бы позволять делать такие штуки, он должен позволять на лету создавать функции и их возвращать как значение. То есть, здесь именно и проявляется в десятый раз скажу ту самую фразу, которую я сегодня говорил, что функции в функциональном программировании это значения. Это такие же значения, как значения любых других примитивных типов. Это значит, что их можно как передавать в качестве входящих аргументов в другие функции, так и возвращать в качестве результатов выполнения других функций. А лямбда здесь при чем? И только теперь мы добрались до того, что так называемый термин лямбда. А лямбда, поскольку функция это значение, ну вот, например, давай по аналогии со строками. Строка это тоже значение, да? Да. И есть некий способ записи строк в виде литералов. Ну, b равно раз, два, три. Что такое здесь? Кавычки открываются один, два, три. Это некий литерал, по которому компилятор при считывании понимает, что мы хотим сконструировать значение, типу этого значения будет строка, и прописать это значение переменную b. Так? Да. Ну, а если мы напишем здесь вот так вот один, два, три просто, то компилятор поймет, что один, два, три, вот цифры без там префикса, или там, допустим, в этой семантике научной вот этой 10, да? 10, 10. Это некие конвенции, по которым компилятор понимает, что здесь записано значение типа число. Ну, раз функции это тоже значение, значит, логично было бы придумать некие конвенции, по которым компилятор мог бы, читая эти наборы символов, понимать, что здесь конструируется на лету значение типа функции определенной и присваивается к какой-то переменной. И вот в этом у нас поступает лямбда, так называемые анонимные функции, то есть это функции вот выше, вот если ты заметил, мы везде генерировали функции с помощью волшебного слова def, в разных языках это func, function, там, как угодно, то есть есть некий волшебный синтаксис, который позволяет эту функцию как-то родить, сконструировав. Но везде рождаются функции и обязательно по конвенции нужно указать ее имя. Эту функцию зовут f, это функция зовут g. Но поскольку функция это значение, значит мы можем написать некую выражение некое b равно справа написать некий набор символов, которые создадут нам функцию значения к b. Например, b равно лямбда от x допустим x плюс 100. подожди, по сути это просто видоизмененная запись функции или я ошибаюсь? Все правильно, мы бы могли записать следующим образом. и это бы точно так же сработало. Так, где тогда подвох? Подвох и полтора. Подвох первый, точнее полтора, нулевой и первый будет. Подвох номер ноль. Во многих языках, которыми я увлекаюсь, вот это вот, это не что иное, как сахар над вот этим вот. То есть, с точки зрения компилятора, это одно и то же, это просто синтаксический сахар, который на этапе препроцессинга разворачивается вот в такое определение. Хорошо, давай первый. А первый подвох в том, что, например, смотрим выше, когда мы определяли функцию даблер, чтобы вызвать ее на какой-то ашке, мы были вынуждены вот так вот определить аш. Ну да. Смотри, теперь пойдем по следующему пути. Допустим, аш, вот так вот заменим слегка это определение, аш равно лямбда от икса, вот ретурн уже не нужен, х плюс 10, да? быть 40 получится. И вот эту вот ашку вызываем. Вот она та же самая 40. А теперь делаем следующий шаг. Мы избавляемся от переменной аш, она не нужна, мы избавляемся от ее имени и делаем вот так. Ну, это же примерно одно и то же. По факту, то просто мы присваивали в квали в ячейку памяти, а то мы просто ее так же вызываем. Правильно. Все логично. Но мы здесь мало того, что мы вызываем даблер, а вот эту функцию мы генерим на лету. Без использования волшебного слова def, без задания имени какого-то аш. У нас улетело def и аш. у нас появилась литеральная запись создания функции по месту в рантайме, которая имеет свою перечень аргументов, имеет свое тело, но не связано ни с каким именем. Понял. Тогда до меня некоторые моменты дошли. То есть по факту если я как представитель как раз обычного привычного императивного для меня программирования то просто я грубо говоря тело функции чуть по-другому записал вставил его в качестве аргумента и когда у меня вызывается функция смотрится ага есть ли здесь что-то связанное с другой функцией ну грубо говоря тело как бы другой она выполняется возвращается какое-то значение которое дальше будет использоваться да то есть проще говоря это у тебя есть возможность но я это слегка в других терминов поскольку здесь акценты я бы хотел расставить что вот это вот лямбда от x x плюс 10 это точно такая же литеральная запись как запись вот этой двадцатки это компилятор понимает что это число а это компилятор понимает что это функция это функция это значит что рантайм языка должен позволять при выполнении создавать на лету новые функции которые были не определены на первом там или каком десятом уровне в коде не перечислено скажем так можно тогда другой момент то есть это по сути как макросы в том же ассемблере или препроцессор проходит проверяет ага есть что-то или нету а если он видит какую-то определенную запись он ее просто у себя во что-то превращает и получаем на выходе по сути программу замененным вот этим макросом потому что мне вот это очень сильно напомнило макросы в макросемблере честно вот они прям очень похожи ну да здесь пока не готов сказать твоей аналогии до конца может быть не это сам не до глубины не понимаю но вполне возможно то есть здесь у нас фактически еще раз повторюсь у нас создается именно лямбда как тип языка то есть языка семантика должен поддерживать функции в асэмблере там у нас просто вообще бескипизированный язык там все проще сделано да да вот там как бы их ограничений нет нет я имею ввиду что когда проходит любой транслятор и он видит вот эту запись лямбда x двоеточие до x плюс 10 ну или что-то подобное он понимает что он должен создать новую функцию в момент как раз выполнения программы он ее создает и потом тут же к ней обращается потому что дальше идет использование этой же самой вновь созданной функции с каким-то аргументом вот здесь все правильно я здесь на примере своего интерпретатора я несколько интерпретаторов лиспов написал как ты знаешь и как бы все мои интерпретаторы они по одному и тому же принципу работают интерпретатор понимает он умеет создавать в рантайме функции и умеет читать их определенные выражения если он прочел вот такое выражение значит нужно создать объект вида функции запомнить его где-то и потом вызывать ясно для тебя я понял одно что многие моменты я знаю но не знаю как они называются правильно это вопрос терминологии не страшно главное понять вот этот момент волшебство с возвратом создаю функцию которая не имеет имени которая выполняется только в одном месте и больше она мне нигде не нужна теперь как мы могли бы переписать функцию f да в принципе так чтобы не определять dfg чтобы избавиться от имени g внутри dfg внутри тела функции f dfg можно было бы написать просто lambda например y y plus x нет да но я бы предложил пойти еще дальше что мы возвращаем функцию тогда литер lambda y y правильно y y plus x правильно вот так мы пришли к lambda то есть так мы от именованных функций приходим к разименованным функциям да черт прости но для меня это все в принципе понятно оказывается отлично тогда это будем считать как бы задачи выполнены главная задача в том чтобы в следующей лекции про питон буду уже рассказывать будем структуры данных строить функции для работы с ними чтобы не пугало вызов каких-то функций в которых в качестве аргументов в которых будут стоять вот такие лямбда конструкции а если вернуться к тому java коду который ты показывал то есть там в качестве лямбда имелось вот этого ввиду new создание нового экземпляра класса правильно давай я сейчас его верну java код на экранчик так тут наверное если перевыбор java он там всем не перезатрет да перезатер можно вставить то есть вот здесь new immutable compare от этого это по сути та же самая ну и правильно это использование ну да мы создаем экземпляр класса без создания его имени да это и есть та же лямбда да это ну с натяжкой можно аналог аналог лямбда функции да потому что метод сорт принимает у нас некий объект который должен удовлетворять определенному интерфейсу этот объект можем создать на лету прямо тут же не связывая с именем главное что этот объект умел в compare то же самое вот как в предыдущем коде на питоне функция принимает функция даблер принимает функцию которая должна уметь в один аргумент возвращать из числа число чтобы дважды самой к себе примениться ну скажем так вот теперь так ты мне все больше и больше открываешь глаза на то что оказывается новое это хорошо забытое старое я почему и начал с этого примера на джаве чтобы людям знаком совп провести параллели с тем что лямбда это не что-то такое прям совсем какое-то новое страшное что есть аналоги этого по крайней мере то что я читал объясняет через одно место через которое это ну скажем так они объясняют это правильно неправильно и криво ладно с неправильной криво объясняет и хотя бы помог понять что это то есть в принципе теперь это гораздо понятнее то есть анонимную функцию которая не имеет имени или тот же новый экземпляр класса который без создания без привязки его к какому-то имени то есть просто в памяти мотеляется и все вся разница в том что у экземпляра класса ты можешь наплодить сколько угодно методов дубличных и вызывать их например вот этот MC у тебя может вызываться один метод другой третий пятый десятый и так далее а лямбда это некое ограничение это объект с единственным методом call и этот call вызывается не через точку call а просто по открытию а просто сразу да по открытию скобки это и есть синтаксис вызова единственного метода лямбды ну окей да более того скажу в джаве и в шарпе есть реализованные лямбды вот эти те же самые лямбда конструкции стоим с тем же самым словом лямбда создание анонимных функций но за кадром они представляют собой именно вот такие вот классы обалдеть буду знать то есть это но это уже конечно это уже момент реализации мы сейчас говорим о семантике да когда реализацию на реализацию не не релайс да скажем так не ну нам не важно обращать внимание на то как это внутри языка реализовано нам важно понять принцип как это работает да и как это использовать функциональное программирование оно целиком и полностью построено на использовании функций во всех каких разных ипостасях и разумеется в этом плане там максимальная свобода то о чем я говорил да где-то у нас может что-то сишка что-то может только там паскаль уже сишка не может что-то может только там пайтон javascript кстати как пайтон тоже все это умеет делать и функциональные языки программирования создавать новые функции на лету возвращать функции из функций для чего чтобы использовать их вот в таких вот библиотечных функциях которые принимают другие функции фактически сорты аналлах нашего даблера который принимает функции с определенным полком совершенно верно так и есть и в следующий раз мы будем создавать как бы уже опережая мы будем писать новые структуры данных как бы реализовать односвязанный список на пайтоне и писать библиотечные функции для работы с ним и вот эти наши библиотечные функции будут вовсю использовать в качестве аргументов другие функции преобразования и мы будем туда передавать и лямбды в том числе и чтобы не было вопросов с этим сегодня мы изучали лямбды столько долго времени как бы жевал но не то что изучали лямбды сегодня мы так на практике слегка их пощупали познакомились как их можно пожевать что можно такого аналогичного найти в более привычном мире а так разумеется я бы все таки рекомендовал как бы слегка познакомиться с лямбдоисчислением это достаточно простая тема она не сложная попробую мантика постановочная модель правила редукции вот и то есть это как бы это формализм где ничего кроме лямб нет где все сделано где все построено на лямбдах вот заключение несколько слов все построено на лямбдах и теоретически доказана его тюринг полнота его эквивалентность тюринг исчислений то есть как бы в терминах лямбда исчислений в рамках лямбда исчислений можно реализовать любой алгоритм который можно реализовать на тюринг машине то есть любой язык который в себе содержит имплементирует хотя бы в своей части полностью элементирует лямбда исчисления он будет являться тюринг полным а все функциональные языки они такие есть ну в принципе тут и так логически но в мое мировоззрение не так понятно если я могу зачем мне присваивать функции результату функции какое-то имя когда я могу просто его воткнуть в другую функцию и там дальше его использовать то же самое как например промежуточные перемены которые тебе не нужны ну вот я про что и говорю зачем они мне нужны когда я могу обойтись смело без них а просто сразу указать да и вот для этого придумали литерал а почему слово лямбда потому что вот Алонзо Чорч когда все это дело писал разрабатывал он придумал некий специальный символ для обозначения таких вот конструкций преобразований вот и писал своим почерком и когда сдал этот свои рукописи в типографию для того чтобы отпечатки в результате типографии долго не могли подобрать символ который бы наиболее подходил для того чтобы это дело обозначить хоть как-то и он им показался похожим на лямбду и они его из греческого алфавита в своем типографском наборе взяли букву лямбда и вот так вот исторически сложилось то есть тут нет какого-то глубинного смысла термина или подвоха то есть это некая анонимная функция от определенных аргументов в которой с ними что-то делает возвращает преобразованные значения этих аргументов ясно а в компьютерных языках это литерал для конструирования функции без того чтобы написать function f равно там или что-то еще понятно отлично хорошо буду ждать до следующего занятия посмотрим что мы там сможем что ты напишешь и что из этого я смогу понять да мне бы хотелось да мне бы хотелось чтобы чтобы ты все понял но в следующем за этим мы будем только эти самые структуры данных эти создавать а вот уже через занятия будем их использовать для решения задачек вот там с моей точки зрения ну такие более интересные штучки хорошо спасибо тогда тебе за сегодня прости что если я так может быть как-то немножко вводил тебя в заблуждение или не в заблуждение а задавал странные вопросы нормально все я постарался насколько смох окей все тогда до следующего занятия всего доброго